и всем привет ребята с вами кибик и как я посмотрел больше всего просмотров на моем канале набрало видео про игры angry birds том видео я вообще не упомянул игру angry birds friends и в этом видео я хочу поговорить об этой игре и плюсом сделать так сказать обзор игры в 2021 году если тебе понравится видео можешь его оценить пальчиками под видео и если тебя интересует мой контент можешь подписаться буду очень благодарен а еще сильнее буду благодарен если поделишься видео соц сетях будет очень классно если твои друзья тоже посмотрят мое видео angry birds friends это 4 игра из серии angry birds она вышла под названием angry birds facebook это была игра на рейтинг соц сети facebook но потом игра была переименована в angry birds friends для глобального рынка и стала доступна для android и айос а с facebook игру вследствие удалили потому что игры с facebook начали терять популярность также 17 июля 2019 года игра вышла для компьютеров и планшетов под управлением windows 10 магазине microsoft store в игре каждую неделю выпускаются специальные уровни которые заменяют предыдущие их всего восемь которых можно подтягаться в рейтинге с друзьями и со случайными игроками под конец недели у игроков считаются очки набранные за все уровни и выстраивается рейтинг за определенное место дают определенные награды в виде монеток суперспособностей и отсеки для прохождения следующий ран рамки в этой игре определяет с кем ты будешь играть то есть если твой ранк низкий то ты будешь играть с игроками которые вошли в игру а если находишься на среднем ранге то играешь с игроками которые уже умеют владеть рогаткой и попадают в цель а на высшем ранге ты уже играешь с профессионалами но тут не все так просто как хотелось бы в игре есть суперспособности, которые можно выбить ежедневные рулетки. Купить в магазине за монетки, либо купить за реальные деньги. Кстати, про рулетку. Здесь призы выпадают не методом рандом, а на каждый раз специально подготовлен результат выигрыша. Этот интересный факт проследил я сам. В какие-то дни рулетка прокручивается очень быстро, за секунды две. А иногда она может крутиться и по 80, или даже по 10. Есть такие способности, как увеличение птички, чтобы птичка смогла пробивать эффективнее здание свиней. Супер рогатка, для того, чтобы птицы летали быстрее. Землетрясение, чтобы на протяжении 3 секунд тряслась вся карта с постройками свиней. Вингман, усиленный терренс со стильной повязкой. Динамит сюрприз, который нужно просто натянуть с рогатки и кинуть в постройку свиней. И динамит тем самым взорвется. И прицел, для того, чтобы было проще целиться из рогат. Если вы посмотрите видео на ютубе по этой игре на высшем ранге, то почти все используют исключительно суперспособности для прохождения еженедельных уровней. Из-за этого они набирают на уровнях 3 звезды и тем самым они проходят на следующий этап. А игроки без доната пытаются из всех сил пирать на вишечки и они могут даже остаться на прежнем месте и никуда не продвинуться из-за донатеров. Да, конечно есть ограничения на использование суперспособности на уровне, но разрушить все постройки и даже с ограничениями составляют труда. Самое страшное то, что суперспособности полностью разрушают концепцию уровня. Каждые уровни в этой игре очень хорошо продуманы и в этих уровнях есть места, куда можно пули птичкой и тем самым вы нажмете на... пойдет ток по проводам и полетят осколки от стекла прямо в постройке свиней. И выглядит это очень зрелищно. Это было как пример. Это одна из тех игр, где реально интересно проходить уровни и всегда замораживающе наблюдать за разрушениями в этой игре. Но, как я уже говорил, суперспособности все портят. Было бы хорошо, если бы эти суперспособности убрали и все игроки были бы на равных условиях и все бы проходили уровни с интересом и думали бы головой. Но нет же, всю идею нужно разрушить суперспособности, ведь игра является бесплатной, а разработчикам нужно ковать железо пока горячо. Но в этой игре поменялось многое за это время и конечно же добавились новый режим. Режим с этажами. Это сюжетный режим, где вы до 10 этажа освобождаете птичьих клеток, а также после 10 этажа вам открывается рейтинговый режим. После 10 этажа ничего интересного не происходит. Вы просто проходите уровни до самого последнего этажа, зарабатывая монетки с помощью набитых звездочек с каждого уровня. Следующий новый режим – режим рулетка. В этом режиме есть одна особенная. Здесь есть такая вещь, называется перья для птиц. Нужно собрать определенное количество перьев и сундуков, которые выпадают по мере игры с другими игроками. На каждом этапе выпадения сундучка сундуки становятся более слитными. Но также подбираются игроки, которые находятся на том же самом этапе. Когда вы нажимаете на кнопочку играть, вас бросает к игроку и на рулетке вам начинают выпадать параметры уровня следующих категорий. Суперспособность, вид рогатки, препятствия, как пример можно поставить свинок, которые летят на парашютах, либо замена птиц на одну определенную. Когда ты проходишь все три этапа, подсчитываются все очки, заработанные на все три этапа. Если ты проигрываешь, серия сундуков начинается заново. Если выигрываешь, проходишь на следующий этап и открываешь сундучок с наградами. Кстати, очень интересный факт. Уровни в этом режиме рандомно подбираются из сюжетного режима с этажа. Кстати, эта игра самый лучший долгожитель из всей серии, ведь ее до сих пор поддерживают и добавляют новые события. Вот, например, сейчас ведется акционерное событие вместе с мировой организацией здравоохранения. Перед входом в рейтинг даже выскакивала надпись о простых правилах соблюдения гигиены. Это очень классно, что игру, который на данный момент 9 лет, до сих пор поддерживают. А еще в 2018 году вышло обновление графики для игры. Птички выглядят не как из классического Angry Birds, а уже нарисованы на новый лад. Эта графика даже присутствует в новом Angry Birds Reloaded, который выпустили в этом году. Теперь расскажу несколько интересных фактов из этой игры. Angry Birds Friends является первой игрой, в которой появились суперспособности, а только потом их уже добавили в классическую версию птичек. Хоть это и казуалит игру до безобразия, но зато разработчики благодаря этому заработали очень много денег и на протяжении долгого времени поддерживают Angry Birds Friends. В Angry Birds Friends были свои уникальные золотые яйца. Интересен тот факт, что сначала они появились на Пасху 2012 года в виде пасхальных яиц, но позже их оставили обычными, а еще позже их вовсе убрали. Непонятно почему и чем. В десятом золотом яйце игры действие происходило в космосе, а пятое золотое яйцо по геймплею было похоже на намного позже вышедший эпизод оригинальной игры Red's Mighty Feather. Нужно было не давать свиньям на движущихся построениях зайти за рогатку, а однако стрелять нужно было не Red'ом, а бомбом. На этом факты заканчиваются и следовательно и мое видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был Пупсик Кибик, удачного вам вечера. Днем. Субтитры сделал DimaTorzok